Девятого ноября в физкультурно-здоровительном комплексе на улице Конева состоялся второй этап Кубка губернатора Омской области по ГТО, в котором участвуют команды, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Напомним, что первую половину испытаний они прошли две недели назад. Первое место сразу с старта, после первого этапа, захватила наша команда Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области. И, так скажем, на пятки с отрывом на одно золотой норматив уступает администрация города Омска. Именно эти две команды боролись за лидерство в прошлом году. Тогда Кубок завоевал коллектив регионального Минспорта, а сотрудники городской администрации стали обладателями серебра. Сегодня прошлогодние призеры были полны решимости выйти вперед. У команды администрации города задача и цель всегда только одна – это первое место занять. В личном плане тоже занять первое место. Но участвую я лично второй раз в Кубке губернатора. Эти соревнования мне очень нравятся. Во-первых, комплекс многоборный готовый, очень разноплановый, скажем так, вид спорта, где человек себя может проявить в разных ипостасях. И действительно, участников ждали восемь разнообразных испытаний. На силу, скорость, выносливость и ловкость. На втором этапе они проверяли свои спортивные навыки в стрельбе, плавании и выполнении упражнений на пресс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам этих нормативов сотрудники администрации смогли опередить соперников и завоевать долгожданный трофей. В том году у нас такая же была очень упорная борьба с Министерством спорта, при этом молодежи и культуре и спорта, с нашими, скажем так, друзьями. И отделял нас всего лишь один знак золотой в том году. Они занялись на первое место, мы второе. В этом году, скажем так, в течение года были упорные тренировки, занятия, посещение физкультурного комплекса. Ну и в итоге получили первое место. Серебряным призером турнира стала команда Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области. Когда мы подводили итоги по прошлому году, мы понимали, что в принципе все три команды, которые занимали призовые места, они все достойны и все равны. И когда в этом году мы заняли второе место, администрация города Омска первая, то есть это наоборот говорит о том, что у всех абсолютно равные физические возможности. Было бы желание, было бы стремление. Конечно, у нас есть резерв, мы могли бы потянуть пресс, чуть-чуть быстрее пробежать или проплыть. Но это самая главная задача, это в первую очередь хорошее настроение, уйти с позитивом, с радостью, зарядиться положительной энергией. Бронзу разделили между собой сотрудники Министерства региональной безопасности Омской области и Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Также команде Минпрома был вручен специальный приз за волю к победе. Я считаю, что в честной борьбе мы сегодня проявили максимум усилий и оценили, дали нам кубок за волю к победе. Я хотел бы сказать большие слова благодарности нашему министру Андреевичу, потому что, скажем так, он стал нашим капитаном команды, подобрал коллектив, который сумел показать высокие результаты на протяжении двух этапов первого и второго кубка. Сам министр показал очень высокие результаты, но и мы стремились тоже не оплошать, поддержать его и все-таки стремились, конечно, к победе. Также сертификатами были отмечены лидеры соревнований в личном зачете.